Это место теперь пустует. Около 20 лет Геннадий Красаков собирал футбольную историю и именно здесь ее бережно хранил. Геннадий Михайлович умел объединять представителей разных поколений, интересов и статусов. Для него все были равны. Человек, на которого было трудно обидеться и сделать замечание. А все потому, что он не давал повода. Полностью отдавая себя работе, он не совершал ошибок. Для футбольного клуба это вырванная страница из истории клуба, которую писал Михайлович. У Михайловича был такой лозунг, нам хлеба не надо, работу давай. Ну что поделать, это он. Это он Михайлович и по-другому он быть не мог. Независимо от того, кто ему о чем-то говорил. Футбольное поле нефтехимика стало местом его гражданской панифиды. Здесь он провел последние два десятка лет. Но табло его имя, год рождения и смерти. Здесь, в общем-то, не место для скорби, а место для футбола, для эмоций. Но, Геннадий Михайлович, мы поступить по-другому не могли. И дать тебе возможность последний путь пройти мимо футбольного поля, мимо того дела, которое ты любил, которое тебе нравилось, ты выполнял на самом высшем уровне. Лучшего спортивного журналиста Нижнекамска знали не только в нашем городе. За годы работы он сотрудничал со всеми коллегами из многих городов России и стран СНГ. Его журналистские работы побеждали на всероссийских конкурсах, ценили его в крупнейших изданиях «Советский спорт» и «Спортэкспресс». Его материалы читались легко, его слова были очень образные, а многие выражения воспринимают как афоризмы. Он мечтал написать эту книгу, и он ее написал. Невчихимику 20 лет. Именно так называется одно из его творений. Но он сделал много не только для спортивной журналистики, но и для музыкантов. Вал одним из наставников группы «Ночной костер». Грушинский фестиваль подружил его с Борисом Бурдой, Александром Любимовым, Олегом Митяевым и другими мэтрами. А когда в 90-е он был депутатом горсовета, занимался еще и молодыми исполнителями. Имя Геннадия Красакова и Нижнекамского рок-клуба были просто неразделимы. Он и сам был автором и исполнителем. Здесь живут воспоминания, В доме, в парке, в переулке, Встречи, речи, расставания И свидания, и прогулки Обитают на диванах, На скамейках и балконах Точно птицы на полянах Точно гости у знакомых И в кокетстве юных женщин И в обличье добрых малых В соснах выросших из трещин На обрывах и на скалах И в неровностях погоды И в улыбках понимания Свет везения тень невзгоды Здесь живут воспоминания Человек остается жив, пока живет память о нем В этом случае Геннадий Красаков останется бессмертным И так не хочется верить в слова этого стихотворения Михалыч больше не придет Он отыграл свою игру Не напечатает отчет И не нальет И не споет И не позвонит поутру Михалыч больше не придет КОНЕЦ 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 КОНЕЦ